Пустырь. Именно так можно назвать это место по улице Рабочая возле Дома культуры в поселке Новокручининский. Разбитый асфальт, памятник, который когда-то стоял на этом месте, сухие листья и деревянные скамейки. На такую красоту каждый день смотрят местные жители. Но уже в этом году на заросшей травой и кустарниками территории построят новый сквер, на который будет потрачено 6,5 миллионов рублей. Что здесь планируете сделать? Что будет в дальнейшем? Для начала нам нужно почистить территорию. Для этого мы прорядим кустарник, деревья. Потому что совсем убирать мы их не хотим, без зелени. Как-то скучно здесь будет. Почистим территорию, положим плиточку. В той части парка там будет зона, посвященная библиотеке, то есть книгам. Там скамейки появятся в виде раскрытой книги, там беседка будет для читателей, там мостик будет, как в литературных романах. Вот здесь, на этом месте у нас будет фонтан. И это еще не все сюрпризы. Обязательно появится детская площадка и фотозона с героями из мультфильмов. Также сделают отдельную зону для любителей селфи. А свободное место будет засажено цветами. Все это стало возможно благодаря победе проекта в программе формирования комфортной городской среды. По словам главы поселения, новокручинцы неравнодушны к своему поселку и активно голосуют за проекты. Дети это активно приняли. Они распространили информацию в своих сетях и очень даже активно голосовали. Кроме того, мы собирали собрания жителей в Доме культуры и они там тоже высказывали свою точку зрения. Они там даже спорили, какой объект нам первый построить. Первым по программе формирования комфортной городской среды в 2019 году построили парк по улице Лесная за 7 миллионов рублей. Здесь есть все. Городок для маленьких, для тех, кто постарше, площадка для воркаута, небольшая сцена и, конечно же, не забыли о героях. Вторым по той же программе в прошлом году построили и современный стадион за 8,5 миллионов рублей. Новость спортивной площадки с ровным покрытием, тренажерами и искусственным озеленением особенно рады ученики и учителя местной школы. Руины были здесь, неровности, сложности были. Бегали на асфальте, ребятки падали, шишки получали, синяки. Но сейчас одно удовольствие. Я думаю, ребята меня поддержат. Замечательно, что нам построили такую площадку, ведь теперь мы можем спокойно заниматься. Здесь очень удобно, нам комфортно бегать. Уроки физкультуры теперь проходят очень хорошо. Ведь раньше было достаточно трудно, потому что здесь скапливалась вода, было тяжело бегать, было некомфортно. Новый стадион для местных жителей стал еще одной точкой притяжения. Кроссовки и спортивную форму приобрели даже те, кто раньше легкой атлетикой не занимался вовсе. Бегаю я сравнительно совсем недавно, практически, когда только открылся стадион. Но очень здесь нравится, потому что комфортно, рядом с домом. Хорошо это же, удобно было. Раз этого она была забор прижила, она все. Браво! В этом году жители поселка Новокручининский выдвинули на голосование еще четыре проекта. В планах построить памятник казачеству со смотровой площадкой, скамейками, аллеей славы и сквер любви, семьи и верности. А также планируют создать лесную тропу. По замыслу там обустроят экозону с велосипедными дорожками, тропинками и арт-объектами. Не хватает поселения и универсальных спортивных площадок для детей и подростков. Один из этих объектов будет построен уже в 2022 году, если наберет наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Принять участие может любой желающий старше 14 лет с 26 апреля по 30 мая на единой платформе 75.городсреда.ру.